Привет! Многим понравилось видео про квадрат Малевича, и поэтому я решил снять продолжение. Чтоб от сегодняшнего толпа и ценников у вас сильно не бомбило, рекомендую посмотреть то видео. Ну а сейчас буквально в двух словах попытаюсь обрисовать свой взгляд на современное искусство. Большинство, когда смотрят на какие-то вот такие вещи, оценивают прежде всего форму. То есть смотрим на картину и пытаемся понять, красиво это нарисовано или нет. И именно поэтому классические полотна типа джаконды или мишек в лесу, они всегда будут в цене и понятно, даже если их показать каким-нибудь аборигенам из Африки, например, при всем уважении. Но вот современное искусство, оно совсем про другое, это больше игра мыслей. И форма тут не главное, она просто выражает какой-то смысл. Ну, это в идеале, конечно. Проблема тут чаще всего возникает из-за того, что форма сама по себе не очень выглядит. И со смыслом проблемы иногда бывает такое, что без менее эксперта непонятно откуда принесли картину. То ли с галереи или может быть даже с помойки. А еще современное искусство очень часто это просто вызов и провокация для того, чтобы раскрутить свою популярность и потом хорошо продаваться. В сегодняшнем топе будут разные работы, экспрессивные, глубокие, сомнительные, но в любом случае они все точно необычные и не оставят вас равнодушными. Погнали! Ну а наш сегодняшний топ стартует с 10-го места и картины Smash в кисти американского художника Эдварда Рушея. В 2014 году полотно было продано на аукционе почти за 30,5 миллионов долларов. И сейчас Эд это один из самых дорогих ныне живущих художников. Фирменный стиль автора, использование слов и фраз в живописи. Ну, я думаю, вы это уже поняли. На самом деле, с точки зрения техники он очень неплох. В списке картин есть работа с живой отрисовкой, очень такие стильные, я бы сказал. И некоторые мне напоминают обложки с альбомов поп-групп. Это неспроста, потому что большинство картин художника написаны в стиле поп-арта. Девятое место занимает Сай Твомбли и его полотно с очень таким глубоким названием. Без названия. Картина выполнена в фильменном стиле автора, скажем так, в письменном стиле. В этом плане он чем-то похож на предыдущего художника. Вообще считается, что Твомбли один из первых показал, что надписи в картине можно сочетать с другим изображением. И это дало толчок к появлению граффити. Так что плюсик ему за это. Но что касается конкретно вот этой рекордной по цене картины, тут мне сложно комментировать. Полотно было продано за 70 миллионов долларов на аукционе Sotheby's в 2015 году. Кстати, когда я искал материалы для видео, наткнулся на одну интересную табличку. Оказывается, картин без названий было несколько. И вот конкретно какая из них, эта, эта или вот эта за 70 миллионов ушла, я так и не разобрался. На восьмом месте картина самого дорогого из ныне живущих художников Часпера Джонса. Полотно называется Files Start. Картину дважды покупали за баснословные суммы. Первый раз в 88-м за рекордный на тот момент 17 миллионов долларов. Второй раз в 2007-м за 80 миллионов. Картина относится к направлению абстрактного экспрессионизма и поп-арта. На данный момент Джаспер Джонс не только самый дорогой, но и один из самых титулованных художников. На фото человек за спиной, это кажется, бывший президент США. Но это не точно. Седьмое место, и тут расположилась не совсем картина, а скорее граффити. Это безымянная работа Жан-Мишель Баски. Это, кстати, единственный чернокожий художник в этом топе. Несмотря на то, что работа написана на холсте, это все-таки больше стиль граффити с примесью наскальной живописи. Большинство работ автора были написаны именно в такой манере. Безымянная картина была продана аж за 110,5 миллионов долларов японскому миллиардеру Юсаки Майезава. К сожалению, художник до этого момента не дожил, потому что скончался в 87 году от передозировки наркотиков. Шестое место, и эту картину, скорее всего, многие из вас узнают. Это Крик Эдварда Мунка. Картина нашла массовое отражение в нашей культуре, в мемах, в фильмах, есть даже смайлик в стиле Крика. У картины интереснейшие истории по тексту, в этом топе слишком мало времени, чтобы его раскрыть. Но если вы захотите, могу сделать отдельный выпуск по странным, но очень интересным картинам. Пишите, надо ли. Ну а по поводу Крика, всего было написано 5 версий в разных техниках, все кроме одной выставлены в известных галереях мира, и лишь второй пастельный вариант полотна находится в частной коллекции. Именно эта картина была продана на аукционе в 2012 году почти за 120 миллионов долларов. На пятом месте расположилась та самая картинка с превьюшки. Женщина 3 Вильяма де Куинга. На холсте изображена обнаженная натура женщины. Это всего лишь одна из картин серии Woman, и они там все такие. Лично у меня подобное творчество вызывает стойкоотторжение, но это не помешало картине «Женщина 3» уйти с аукциона за 137,5 миллионов долларов США. Четвертую строчку топа занимает картина номер 17А. С виду не сразу поймешь, что это картина, ощущение как будто это обои или пол в малярной мастерской, но нет. Полотно было продано за 140 миллионов долларов. Автор работы Джонсон Поллок. Практически все его картины сделаны в таком стиле, потому что художник рисовал собственной особой технике капельного рашения. Если по-простому, на горизонтальный холст наливалась и разбыкзгивалась бытовая краска. Почему это тогда так дорого стоит, спросите вы? По одной из версий картины Поллока и его стиль продвигались в ЦРУ, противопоставление социализму. И лично я в это верю. Ну что ж, вот мы и дошли до тройки лидеров. И впереди будет самое интересное. Третье место занимает Пабло Диего Хацне Франциско де Пало Хуан Минсера Мария де Лос-Айцеппи... В общем, Пабло Пикассо. Скорее всего, мы тоже о нем слышали. Это один из самых известных художников за последние лет сто, наверное. Написал около 20 тысяч работ в разных стилях. И за один только 2008 год его картины продались более чем на 250 миллионов долларов. Вот эту девочку на шаре вы точно скорее всего видели. Но в этот топ попала его самая дорогая картина «Ле Риви», она же «Мечта или сон». Работа написана в сюрреализме. На картине изображена молодая девушка, муза и любовница художника. Картина стала популярной благодаря эротическому подтексту. Просто посмотрите на вот этот фрагмент. Ну а еще была сложная история с несостоявшейся продажей. Но в итоге картина получила максимальную цену в 155 миллионов долларов. На почетном втором месте картина номер 6 «Фиолетовая, зеленая, красная». В 2014 году ушла с молотка на частных торгах за 184 миллиона долларов. Автор картины Марк Ротко, американец российского происхождения, еврей. Многие успешные работы Марка Яковлевича написаны в стиле так называемой живописи цветового поля. И в принципе их тоже можно было бы включить в этот топ. Это такие картины, как «Королевский красный и синий» за 75 миллионов долларов. «Оранжевая, красная, желтая» почти 87 миллионов долларов. И на тот момент это самое дорогое произведение современного искусства на момент 2012 года. Сам автор дал себе прозвище «Маляр», потому что любил работать на огромных форматах. Ну и первое место этого топа занимает мой любимчик. Снова Вильям Де Квинк. Картина «Обмен» 300 миллионов долларов, господа. В общем, я не знаю, что тут сказать. Пойду лучше скороговорки почитаю. Но вы напишите в комментариях, какая из этих картин вам больше всего понравилась. Всё, скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok